буду рисовать по мокрому спасибо нормально так вот эту воду привет томочка тебе тоже хорошего дня у меня тут мальчишки уснули оба поэтому буду пытаться сейчас хотя бы начать рисовать я смочила лист хлопковой бумаги с двух сторон положила его на стеклянный на арголитовый планшет и сейчас первым слоем по мокрому я отображу пятнами мою в сирене да я живу в радиканский возьму для этого кисточку потолще возможно даже вот такую нужно взять хотя нет возьму помечен ножку и стопроцентный 100 cotton и кэнсон молин дурой я сейчас буду рисовать серий не чисто фиолетовый а смесь из ультрамарина и и розовая возьму опера ред ультрамарин энду опера ред бумага неровные в каком смысле краешки неровные краешки неровные то потому что это бездарно ее срезала со склейки привет как дело в том что я взяла склейку джексон сарт кэнсон молин дурой и она там проклеена по всем четырем сторонам мне очень долго и безмолвно ругалась пока пыталась этот листик оттуда срезать я не знаю как это делается спасибо большое вот и у меня получилось я даже порвала тут первый листочек надо тренироваться в этом деле вот такой вот цвет будет то есть где-то где-то моя сирень будет уходить в сторону розового где-то она будет уходить в сторону синего вот такой цвет бумага немножечко подсохла нет не должно сильно сейчас растекаться помню о том что она намного рисунок будет намного светлее когда высохнет и поэтому беру цвет более насыщенный чем должен быть итоге спасибо большое у нас где-то около двух часов дня если не ошибаюсь честно говоря даже не знаю сколько времени так мы начинаем в общем то пятна и сейчас так я думаю куда мне телефон деть на что я натуру свою не вижу вазочки почти не будет видно будут просто веточки сирени возьму более розовый цвет и указываю где у меня будут кисти прям такими вот она расплывется можно кое-где взять побольше ультрамарина кое-где она прям такая совсем уж голубая в тени там где тень будет много более такой темный цвет приглушенный я попробую сейчас взять индиго в индиго добавить чуть чуть розового нет ну это даже что-то перебор можно маленечко добавить наверное какого-нибудь вот охры красные у меня в данном случае это индийская красная в тени она будет достаточно темная одна веточка сюда будет рядышком идти вторая веточка одним цветом я не рисую сразу беру несколько также в тени ее показываю потемнее можно по насыщенней кстати цветной индиго опера ред и чуть чуть беру я так здравствуйте светлана здесь еще одна веточка более розовая я это я первый слой он такой очень размыто очень пятнышками так еще одна веточка пойдет вот сюда пусть будет это уже более подсохшая у меня бумага и она больше в тени эта веточка будет поэтому темного цвета сюда беру вот очень мне понравился кстати говоря цвет вот этот индийское красное я его наугад честно говоря заказала не знала что там на цвет придет и я им довольна осталось день добрый день добрый можно чуть-чуть еще розового прямо на краешках она не такая там где не распустившиеся розовые такие бутончики но их я прорисую немного когда это все высохнет и добавляем зеленых пятен зеленый буду брать так hackers green от миджелла у меня очень красивый цвет хотя можно взять по я бы вот и с низкой палитры взяла просто зеленый original оригинальный зеленый зеленый я буду добавлять на свету золотистую какие-то люблю делать там где тень я буду брать индиго кстати вот я добавила эту зеленую у меня была смесь вот для этих мест я сюда же зелененькую мешала так где у меня тут темнота надо понять темнота будет вот здесь можно даже еще насыщение сделать только лет я рисую сколько я рисую я рисую активно где-то около 3 лет 4 до этого рисовала активно масло где-то здесь будет очень темная индиго прям намного больше беру это там будет проглядывать между вместе кому сейчас прищуриваю смотрю еще темные пятна и немного светлых пятен по мокрой бумаге а знаете я как сделаю я намочила хлопковую бумагу с двух сторон прям под краном очень хорошо намочила и положила ее на арголит на планшет арголитой но мне немножечко подсохла такое без луж получилось я начала рисовать добрый день добрый день более светлые пятна можно кстати даже попытаться сразу указать где тут какие будут листики прорисовывать конечно ничего не буду сейчас это у меня расплывется ну и особо не будет понятно где тут что но попытаться уже можно отпечатками кистей кое-где добавляю больше золотистый получается цвет листа цвет листиков на свету то есть листик у меня где попадает через него свет он такой более золотистый там где он в тени он преобладает в нем такой индиго оттенок поэтому стараюсь это посмотреть на натуре чередовать наверху бумага уже совершенно сухой так интересует мое местоположение непонятно так и для чего это гости собрались ко мне вот эти же у меня расплылась вот это вот на стебелек поэтому все таки нужно сейчас не пытаться сделать какие-то четкие детали главное вот здесь почувствовать бумагу ее степень влажности насколько она на данный момент успела просохнуть спасибо большое спасибо мне очень приятно да когда подсохнет я буду добавлять детали у нас сиренит расцвела поэтому я быстренько ее думаю надо изрисовать так вообще можно не ждать пока это все дело подсохнет сейчас хотя в общем то первый слой готов можно взять кисточку потоньше какую-нибудь такую какую-нибудь можно попробовать вот такую под колонок сейчас я поменяю воду сейчас я поменяю воду придам пока у меня все это дело не высохло можно методом вымывание показать светлые листочки темный я покажу конечно уже без проблем после того как высохнет слой а именно светлые какие-то светящиеся цветочки самое время сейчас показать и вот этот момент можно плоской кистью у меня плоская синтетика да кисть под колонок синтетика синтетическая кисточка но она такая на ощупь вообще похожа очень на колонка сейчас я взяла плоскую синтетику и вот это дело можно немножечко протереть там где расплылся у меня стебелек его можно подкорректировать пока бумага не высохла хлопок это позволяет сделать как только он подсохнет уже конечно я это не сделаю вот эти листики где-то можно прожилки отметить на них они заплывут скорее всего но попытка не пытка ну надеюсь что запись будет пока это все пишется поэтому думаю что будет так ну кое-где в общем я попыталась сделать вряд ли конечно прожилки эти будут потом ну все-таки может быть хоть намек да останется сейчас я работаю стоя вообще очень люблю начинать стоя рисовать когда особенно рисую первым таким слоем размытым нет у меня ненецкая палитра сейчас у меня краски смесь разных фирм я делала выгрузку и вот такой вот у меня есть видео на канале youtube я там свекла арт также можете посмотреть если интересно попытаюсь сейчас кое-где выбрать краску вообще вот на мокрой бумаге на такой слегка мокрая здорово выбирается краска обычной салфеткой и скомкиваю и выбираю но здесь я хочу показать именно форму цветочков поэтому салфетка не знаю что у меня получится на кисточкой тоже мало что на получится потому что еще сильно важная она не хочет она хочет она выбираться так такие маленькие пятнышки получаются но они тут же акварелью за затягивается бумага через чур еще влажная можно немножко подождать пока она подсохнет а потом эту этот фокус провернуть так можно кстати попробовать кисточку взять пожестче может быть получится более жесткой кисточкой это сделать то есть у меня синтетика она очень жесткая вот полностью листочки и цветочки не вырисовываю вот ей кстати да получается какие тут лепестки желудки и более сюда вода попала вот она у меня побежал да ладно потом вторым слоем я это все дело исправлю кисточку я водички купаю потом об салфетку вытираю и выбираю краску кисть должна быть чистая но влажная буквально буквально несколько таких штришков лишь на мелкие что там куча целая мелких цветочков все конечно их обрисовывать нереально поэтому только на мелкие купаю кисточки я в интернете конкретно это куплено на алиэкспресс это бумага кэнсон мулендерой купленная на джексон сарт если что вот кстати можно попробовать сейчас я возьму салфетку чистую салфетка будет очень жесткий такой очень четкий краю цветочка ну попробовать можно все у нас чистую салфеточку спасибо еще пока наверно мало чего понятно вот я ее скрутила можно попробовать вот таким образом сделать ну видите очень четко получаются такие прям слишком уж белые ну тоже такой прием можно использовать когда бумага еще влажная она очень быстро переходит с бумаги на салфетку и оставляет такой ну слишком белый на мой взгляд слишком белый отпечаток кое-где можно все таки сделать там где уж совсем они на свету светятся я вот скрутила ее как-то так чтобы был для меня удобный отпечаток и отпечатываю на свету свет у меня отсюда падает поэтому на свету больше светлых листочков а в тени я не промакиваю ничего останется как есть и здесь немного можно это конечно проще чем кисточкой сидеть вытирать но не так мне кажется художественно получается не так живописно кисточкой все таки ой мне тут не очень нравится этой кистью работать попробую еще вот такой попробую так а может колонок кстати может быть колонок колонок от хаббер эту кисть я брала ой ватной палочкой точно правда ватной палочкой все большой следующий раз попробую сейчас уже не побегу за ватной палочкой колонок покупала в моей шопе и сейчас вот я опять делаю заказ книг для детей и всяких там констоваров нет колонком не получается я опять там заказываю колоночек такой в общем самый оптимальный вариант как оказалось промакивать это синтетика очень жесткая прям она очень очень жесткая я этой синтетикой рисовала даже акрилом но зато никак у салфетки получается такой вот более мягкий контур более мягкий край более приятно на мой взгляд это конечно дольше но может оно того и стоит вот здесь можно тоже оставить отпечатки сейчас бумага начнет совсем высыхать и надо бы ее будет зафиксировать сейчас она у меня просто прилеплена за счет влаги карголиту а вот потом надо будет ее малярным скотчем зафиксировать но я не говорю английский ну в общем то я думаю все кое где кстати у листочков остаются прожилки я не говорю я не говорю я не говорю если бы у меня сейчас не спали дети я бы взяла фен высушила бы этот слой и быстренько пошла работать по сухому уже но так как у меня мои парни спят поэтому я отложу сейчас на время этот планшет вот возьму наверное свой скетчбук и сделаю быстрый скетч этой же сирени я же свою книгу акварели должна заполнить я рисую ее заполнять именно рисунками с натуры поэтому наверное я сейчас этим и займусь пока сохнет так наверное все но i am leon english мне это нужно но я никак пока его не выучу достойно а вот сейчас кстати подсохла бумага и отпечатки получаются уже не такие белые видимо мне надо было просто подождать вот чтобы таких белесых не было пятен надо было просто подождать ну ладно уже все эти вариант вполне а если взять я думаю ватную палочку да это очень хороший будет наверное вариант ватной палочкой главное чтобы не получились они все одинаковые все таки салфетка дает какие то неровности такие ватная палочка наверное все таки более шаблонные сделает пятнышки от этого надо избегать будет неинтересно иначе ну я думаю хватит тоже будет перебор увлекаться сильно не надо все первый слой в общем то готов сейчас надо чтобы это все дело хорошенько просохло можно кстати знаете даже сейчас уже краешки подсохли зафиксировать малярным скотчем все это дело а thank you so much yes it's the first layer thank you спасибо большое Юля first layer is complete it's ready ready я такая англичанка что мне даже как-то стыдно что-то говорить по-английски я читаю еще читать читаю понимать понимаю более-менее а вот сказать что-то самой малярный скотч не знаю я покупаю в обычных канцелярских или строительных магазинах вот такая вот штучка стоит рублей шестьдесят наверное и в общем то она долго хватает так обратите внимание да кто кому нужно это как бы как это как урок у меня получается я вазу пока не трогаю возможно даже я вазу нарисую стеклянную мне очень нравится изображать стекло я возьму форму своей вазочки моя вазочка таким образом выглядит форма у нее красивая но не хочу ее рисовать хочется стеклянную вазу вот и чтобы было понятно как там ведет себя сирень в стеклянной круглой вазе именно круглой у меня такой дома к сожалению нет я буду ориентироваться на банку смотреть как там преломляется свет где какие блеки как будет выглядеть стебельки сирени в ней вот спасибо большое конечно я все это записываю у меня камера все это пишет надеюсь что все удастся сейчас я эту работу отложу потому что сохнуть она будет немало это все таки хлопок который вплотную лежит на органе на арголете и я даже не знаю что такое что это со программой или что это такое ну вот не знаю я как то малярные скотчи всякие разные использую у меня их несколько и когда я фиксирую в своем скетчбуке я использую малярный скотч пошире то есть у меня вот такие два скотча и оба они в общем то не особо дорогие вот чтобы малярный скотч не повреждал бумагу когда буду ее отрывать я снимала даже видео на эту тему нужно просто нагреть феном грею феном и снимаю бумагу все в общем я это откладываю дело и сделаю быстро скетч после вот этой хорошей бумаги конечно идти на нашу кройтер это какое-то издевательство но раз уж я решила заполнить книжку значит буду заполнять сейчас я это дело куда-нибудь отодвину вот это моя книжка в которой цветочки с натуры я рисую но сейчас буду рисовать в ней наверное можно даже на всю рисовать сейчас вы смотрите так да скетчбук я сшила сама но бумага в нем аховая поэтому мало вероятно что что-то получится сейчас я вот сразу на разворот попытаюсь быстрым скетчем сделать сирень нет не на разворот все-таки буду делать так на одну страничку потому что я очень сомневаюсь что получится что-то что-то получится бумагу я так закрываю чтобы у меня не спачкался второй разворот этот второй листик да влажная изнанка да я посмотрю спасибо огромное за программку за эту для этой системы что-то такое почитаю потом тоже не буду никаких карандашных набросков делать возьму толстую кисточку плотность у этой бумаги не знаю наверное 250 что ли это кройтер это целлюлоза хотя написано что хлопок но по моим ощущениям это стопроцентная целлюлоза причем не нравится она мне у качества потому что очень сильно повреждается слой когда рисую старлюл каким-то слоем в общем использую те же самые цвета которые у меня были это ультрамарин в смеси с опера ред а в темноте индиго плюс розовая из ван гога она от опера ред отличается она такая более малиновая и немного красные охры в данном случае это у меня индийская красная такая темная смесь получается этими цветами я сейчас быстренько изображу лапы сиреньей веточки так так лапа так лапа я кстати когда начинаю рисовать обычно просто так вожу кистью представляю где что будет находиться и потом мне легче рисовать то есть я определяю для себя где у меня будут какие лапки сирени где они будут где какая зелень где будет самое темное пятно где самое светлое и также точно здесь по сухому я начинаю рисовать поэтому не совсем уж такими абстрактными пятнами а уже стараюсь показать форму где-то отдельно взятых лепестков цветочков здесь у меня идут нераскрытые какие-то бутончики чередую более розовый цвет с более холодным ультрамарином показываю а мокрый лист сирени бумаги точно я да я этот прием использовала можно кстати показать давай сейчас это дорисую если надо будет время я покажу да там какой особый прием там просто баловство это я помню баловалась так когда нашла листик березовый листочек и так его рисовала так скажем вот такая вот очень прозрачная должна быть сейчас акварель по идее вторым слоем должна будет ее доработать но так как эта бумага особо не дает вторым слоем что делать поэтому я надежд не питаю и стараюсь все показать за один присест показываю где там веточка у нас сразу будет у меня тут зеленовато есть я меняю постоянно во-первых направление кисточки и работаю отпечатками во-вторых я не рисую одним цветом это будет скучно это будет не живописно я макаю то в лужицу более розового то в более синего смотрю тут главное я сама этому не очень-очень научилась конечно определять где самая теневая часть и эту теневую часть не боятся затемнять где-то это будет просто на сплошной массой не будет видно отдельных лепесточков лепесточков это более прозрачно и ухожу сюда на просто массу вот одна веточка в общем-то готова она у меня что-то пошла совсем туда не очень правильно наверное но есть розовый не раскрывшийся бутончик очень красивый все-таки вторым словом я планирую потом доработать и это учитывая не сильно не базюкаю по одному месту здесь тень для тени побольше на виду индивы розового индийской красной на мой взгляд индийская красная это один точь-в-точь у красная охра из невской палитры но в невской палитре она какая-то была совсем мылкая ее сложно было взять на кисточку и в этом плане конечно удобнее работать этим тюбиком вторым слойком да кстати вариант карандашом у меня где-то а нет у меня нет акварельных карандашей были но нет я как-то не прижились они у меня можно конечно я думаю что будет здорово если доработать вторым слоем и слой карандашами и первый слой скорее всего тогда не повредится этой вредной бумаге и будет более большей точности можно будет где-то что-то затемнить да это вариант хороший что-то у меня мало на самом деле прорисованных цветочков надо наверное это дело исправить ну вот на хлопке где я начала рисовать я планирую листочки и лепесточки прорисовать методом обхода их то есть светлую часть я оставлю вокруг затемню и получится что у меня цветочек здесь я конечно мне это не удастся сделать но поэтому надо уже сейчас кое-где показать что это сирень а кое-где просто размыть так зелень добавлю так зелень добавлю у меня тут есть как раз замесы все так вот здесь у меня будет листик дойти за сиренью более темного сейчас наведу так у меня много воды поэтому я вот сюда уберу ее так у меня побежала она не туда куда надо вообще очень люблю лить воду в акварели и акварель такая прозрачная сразу получается если воды не жалеть и рисовать она сама рисует не надо ничего совпетел листик огибается изнанку потом покажу его добавлю сюда здесь уже надо фантазировать потому что у меня не получается так как на моей натуре как на моей натуре Юля переводишь прямо умеется я стараюсь здесь отработать отпечатками такими порисовывать листик каждый как у меня кисточка отпечатает его так и должно быть закончился у меня оливковый такой цвет поэтому я его навожу вот она ярко-оранжевая в низкой палитре она золотистая называется я сравнивала цвет один в один в данном случае у меня cadmium orange cadmium orange так и hackers green получается очень красиво такой вот зеленый на свету я добавлю пожалуй в него сейчас немного ультрамарина сделаю его более холодным вот эта бумага она еще иногда вот такими катышками идет много в общем сюрпризов она готовит я как бы уже к ней привыкла но полюбить не смогла листик прячется за веткой сирени это довольно сложно обходить втомительно вот эти все маленькие какие-то цветочки поэтому я так немного набрежно сделаю и вот сюда более темный еще индиго зеленый зеленый дает темно холодный зеленый пусть он будет вот здесь вторая сторона освещенная это почти как в масле в аквариоакриле можно использовать метод как же он называется одно касание что ли когда на кисточке с одной стороны более светлый цвет другой стороны более темный ты один раз ведешь у тебя получается сразу такой живописный листочек из двух оттенков так же и здесь почти можно сделать в серединку еще можно темненького добавить ван сток кажется его ван чего-то там в общем одно касание называется в переводе прием ну как то в общем так сюда надо что-то пусть это будет светлый листик я смотрю какие у меня какая форма листов есть внимательно наблюдаю у меня не очень получается их передать на самом деле у меня вообще зелень не проблема я плохо рисую зелень но я стараюсь это легко да главное что да ну не надо бояться главное что не забывать видеть именно в самой натуре не придумывать что-то то есть я взяла вот этот листик придумала он не получился очень такой картинный на самом деле нет такого листа вот здесь в натуре главное нужно очень внимательно наблюдать за тем что предоставляет нам природа и пытаться это повторить ну и плюс конечно видеть пятна мне вот очень помогает именно пятна видеть потому что каких-то основ академической живописи я не знаю я рисую что вижу то рисую поэтому когда я вижу пятна мне легче становится мне не обязательно уметь там видеть объект и уметь его в 3d рисовать я увидела пятно и я это пятно передала я думаю что достаточно еще сюда добавлю темноты в самой сирене активно рисую года 3-4 я до этого рисовала неактивно сюда можно пятнышки добавить какие-то индиго и розовая розовая какая-то такая violet red называется вангоговская она такая не розовая какая-то фиолетовая показать что здесь темнота идет затемненная я прищуриваюсь уже морщины на себе нащурила потому что постоянно прищуриваюсь но у меня зрение само по себе плохое когда я рисую пейзаж то мне прищуриваться не надо я и так все вижу довольно таки размыто а дома да я прищуриваюсь часто очень училась рисовать дома рисовала рисовать и училась и учусь я никуда не ходила ничего не посещала надеюсь когда подрастет сын я с ним смогу поучиться в художественной школе есть у меня такие надежды тайные не знаю захочет ли он там учиться но я очень на это надеюсь и сюда можно снять пятнышки здесь еще лужа не высохла кстати ну вот и можно нарисовать теперь вазочку вазочка it's china art secret написано на них вазочка не знаю даже какую вазочку сделать какую-нибудь простую надо сейчас поменяю воду и решу со зрением да но это здесь даже помогает по моему нужно кстати ага секрет художника особенно секрет импрессионистов я так предполагаю что вообще импрессионисты возможно оттуда и пошли просто у кого-то было плохое зрение он видел это все размытое пятнами и как видел так рисовал так а вот как раз таки тот случай когда надо нарисовать вазочку а натуры у меня нет потому что белую вазу рисовать достаточно утомительно и сложно на белом фоне потому что я не хочу сделать фон другим цветом я буду наблюдать на мою банку с чистой водой именно пятна которые будут передавать воду можно посмотреть в моей баночке поставить мне можно несколько веточек и рисовать сделаю буквально несколько таких мазков где она у меня будет располагаться делаю просто по прямой я не буду делать круглую как в той работе планирую пусть она это вот так она у нас стоит ну и все давай вхак с банкой да причем придется в эту же банку и макать кисточку цвет будет тот который есть в моем объекте то есть цвет воды в банке будет такой зеленоватый кое-где коричневатый потому что стол у меня такой бежево-коричневый и кое-где даже будут в нем отсвечивать вот эти фиолетовые листочки цветочки так надо еще ее красиво поставить чтобы вот на ней главное мне увидеть где тут блики будут и где тут будут темные какие-то всполохи пятна навожу у индига так прости веточка сирени ты теперь будешь у меня в акварельной воде стоять чуть-чуть чуть-чуть зелененькой край баночки можно потом кстати вторым слоем затянуть побольше индига возьму немножечко добавлю я здесь как раз на на воду хожу хотя вот эта бумага даже размывается плохо вообще не знаю кто ее придумал открывается очень темный такой всполох вот здесь будет внизу и зелено-синий вот здесь и зелено-синий стекло это вообще чередование темных пятен светлых причем там где блики должно быть очень четкая не закрашенная область но в данном случае бриг у меня спрятался практически весь за листиками поэтому я его особо не буду тут вставлять индиго зеленым намешаю и закрою тоже больше у меня тут конечно фантазии идет нежели работы с натурой но на нее все ровно хочу ориентироваться чуть-чуть добавлю фиолетовых оттенков пусть возьму розовый синдиго пусть это они тоже здесь присутствует сирен дает же свой все равно какой-то вот близко на банку поэтому мое мое стекло и вода преломляю также и рисует вот этот розовый цвет темнота просится вот сюда вот сюда и уже что-то получается похоже на банку все-таки брик я не оставлю но можно вот так вот протереть пусть он будет тут ну вот все думаю больше ничего не додел а стоп ничего ничего не все нужно еще нужно еще сделать вот эту тень которая покажет что банка стеклянная и что она стоит на поверхности теми же самыми цветами тени не улетают сюда Причем такая хитруша, когда тень отбрасывается в прозрачный предмет, то обязательно в центре тени будет блик. Такой не блик, а освещенная часть, она будет указывать на то, что предмет у нас прозрачный. Вот, как-то так. Можно высохнуть, я еще затемнюю, добавлю каких-то темных, можно даже сейчас попробовать темных каких-то акцентов, куда они просятся. Вот здесь можно добавить. Там где-то стоят веточки сирени, поэтому такие какие-то моменты должны быть. Ну все, больше ничего не буду делать. Так, ну вот в общем-то и все. Можно подписать, что это у меня какое сегодня пятое число. и поставить сушиться. Тем временем, моя сирень на нормальной бумаге высохла. Практически. Кстати, не представляете, влажная, но это и хорошо. Да, конечно, в ютубе у меня канал свекла-арт, можете меня там поискать. Кисточки у меня очень разные. Про кисточки есть отдельное видео и не одно, можете там тоже поискать на ютубе. Я пойду, наверное, водичку опять сменю, чтобы у меня уже с моей сиренью работать чистой водой. Спасибо огромное. Спасибо, Еля. Так. И палитру я сполосну. Палитру я использую пластиковую. В моей шопе опять заказала себе такую. Мне очень нравится. 25 рублей стоит, кстати. Вот. Нормально теперь. Я вот сейчас буду работать очень долго, наверное, хотя долго я не рисую картину, но все-таки пока я прорисую кое-какие лепесточки, на ютубе я выложу это видео и ускорю этот весь момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»